В этой теме мне хотелось бы поговорить о нашем недалёком и поруганном прошлом. Я имею в виду советский период в истории Украины. В своей книге я назвал этот период и Украину советской соборной республикой, заменив слово «социалистическое» словом «соборное». Если быть честными до конца, то с социализмом, надо признать, у нас не очень получилось. Социализм, тот, о котором мечтали его теоретики, не вполне вышло. А вот в том, что Украина была советская, по-украински радянская, и то, что она стала соборной, это определённо вышло. Мы уже в предыдущей беседе говорили о том, что мы празднуем события соборности, связываем его с той эпохой Украинской народной республики. Но в действительности, я уже сказал, настоящая соборность у нас появилась только в советское время. Можно как угодно относиться к советской власти, можно ругать, можно её критиковать. Но совершенно невозможно не признать того очевидного факта, что Украина, как государство, территориальная могучая страна, только в советское время и состоялась. Собирание украинских земель началось буквально сразу же после того, как в Харькове была в 1917 году провозглашена Украинская народная республика. Украинская народная республика была своеобразной антитезой Украинской народной республики Центральной Ради. В Харькове большевики создали также Украинскую народную республику. Но затем харьковчане прибавили сюда еще слово «советская республика». После того, как во время оккупации немецкой она перестала существовать и была восстановлена только в марте 1919 года, она еще получила название «Украинская советская социалистическая республика». Причем как самостоятельное государство. Очевидно, на такое решение большевиков повлиял четвертый универсал Украинской народной республики Центральной Рады, который провозгласил создание независимого государства. Поэтому независимую советскую социалистическую республику провозгласили и большевики. Как создавалась Украинская советская социалистическая республика? Она ведь в царское время административная система у нас была территориальная. Были губернии, были там круга, но национальных образований не было. И создание национальных республик после крушения Царской империи – это полностью заслуга Владимира Ильича Ленина. Опять же, как бы кто ему не относился, но то, что Украина советская получила вот такое национальное определение – это его заслуга. У него были противники, были те, которые считали, что надо продолжать вот эту старую административную систему царскую. Он настоял на том, чтобы все входящие в Советский Союз потом с 22-го года республики были обозначены национальными названиями. Уже тогда возник вопрос о том, в каких границах должна существовать Украинская советская республика. Так негласно за нами были девять губерний, которые покрывали этнические территории, которые были в пределах Царской империи. Но уже в самом начале формирования Украины возник вопрос о Донецко-Криворожской республике. Это была большая республика, которую образовал Артем, большевик Артем, со своими единомышленниками. Это от Харькова до Кривого Рога и до Одессы. Это значительная территория. И он настаивал на том, чтобы эта республика была или самостоятельная, или вошла в состав Российской Федерации. Ленин и Сталин настояли на том, чтобы эта республика вошла в состав Украинской советской социалистической республики. Это тоже была борьба и победил проект Ленина. И где-то в марте 1919 года Украина, Украинская республика советская, приросла вот этой огромной территорией Донеччины, которая и сегодня является яблоком раздора в нашей жизни. Дальнейшее собирание Украинской республики было определено событиями перед Великой Отечественной войной. В 1939 году, согласно пакту Молотова-Риббентропа, в состав Украины вошли земли Восточной Галичины и Западной Волыни. Вот те земли, которые Петлюра когда-то передал по Варшавскому договору Польшу. Осуществилось это в объединении или присоединении, или воссоединении сравнительно мирными способами. Были введены войска на эти территории под командованием маршала Тимошенко. И за 12 дней эта территория большая стала по существу советской Украиной. Это большая территория, это примерно 190 тысяч квадратных километров в общей сложности вместе с белорусскими землями. И 12 миллионов человек. Это сегодня националисты называют тот поход советских войск завоевательным и оккупационным. Тогда он не воспринимался так. Население Западной Украины встречало советские войска как долгожданных освободителей. Встречало с хлебом и солью. Уже в октябре 1939 года в Львовском академическом театре состоялось народное собрание вот этой Западной Украины, на котором было принято решение провозглашения советской власти и просьба о вхождении в состав Украины. Состоялся заседание Верховного Совета Украины, и на этом заседании и было принято решение включить Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Можно сказать, это получилось то, чего не удалось и чего по существу даже и не хотели деятели Украинской Народной Республики, директории. Вот если говорить о злуке, вот как символе объединения Украины, вот красным числом календаря должна быть вот это время, ноябрь 1939 года, когда территории Западной Украины были включены в состав Украинской Советско-Социалистической Республики. Тут тоже есть проблема. Мы знаем, что наши национально озабоченные историки, да и просто политические деятели, и постоянно проклинают пакт Молотова-Риббентропа. Ах, состоялся сговор между двумя диктаторами, состоялась оккупация. Некоторые львовские историки пишут, что большая часть Польши вошла в состав Украины. Но если кто-то и выиграл от этого пакта Молотова-Риббентропа, так это Украина, которая вернула себе свои исторические земли. И не проклинать бы надо это так, Молотова-Риббентропа, а быть благодарным тому, что он был, и что он помог воссоединить с Украиной значительную часть территории. Следующим прирастанием территории Украины было включение в состав Украины Северной Буковины и Бессарабии. Эти территории в свое время, вот в эти годы гражданской войны, отошли к Румынии. В 1940 году советское правительство устами Молотова провозгласило ноту, передали эту ноту румынскому правительству, чтобы они освободили эти территории от своего присутствия. Румыния не смогла ослушаться Советский Союз, и через четыре дня она увела свои войска из Северной Буковины и Бессарабии, и туда вошли войска советские под командованием Жукова. И также состоялось решение Верховных Советов Украины и СССР, и в августе 1940 года эти земли вошли в состав Украинской Советско-Социалистической Республики. Это еще 50 тысяч квадратных километров, и это еще 600 тысяч, немногим более, населения. Следующим актом, по существу завершавшим консолидацию, собирание всех украинских этнических земель, было вхождение в состав Украинской Советско-Социалистической Республики, Карпатской Украины. Вот того нынешнего Закарпаття, нынешней Закарпатской области. 26 ноября Народный съезд в Мукачево провозгласил манифест о воссоединении Карпатской Украины с Украиной. И это еще наша территория приросла 15 тысячами квадратных километров территории и 760 тысячами населения. По существу завершился это собирание украинских этнических земель в 44-м году. Ну, вы знаете, что в 1954 году Никита Сергеевич Хрущев вознаменованием трехсотлетия воссоединения Украины с Россией передал в административное подчинение Украины еще и Крым нам. Таким образом собралась Великая Украина с территорией более 600 тысяч квадратных километров и с населением более 52 миллионов человек. Это огромное европейское государство. Это была заслуга советской власти. Что бы ни говорили, какие бы эпитеты ни навешивали на эту советскую власть, но Великая Украина – это порождение вот этой советской власти, которую мы сегодня проклинаем. Вторым событием, чрезвычайно важным, происшедшим во времена советской власти, это было создание украинской нации. Это знаменитый проект коренизации и украинизации, который проводился в течение 20-30-х годов в Украине. Он, по существу, породил в сознании украинцев их национальную обособленность, национальное обличие. Украинизация проводилась достаточно жестко, директивно. В ней принимали участие вся интеллигенция творческая. Даже было объявлено, чтобы те, которые уехали с Украины, там, Грушевский, Винниченко и другие, вернулись, пригласили их обратно в Украину. Многие вернулись, потом снова уехали. Но, тем не менее, вот этот процесс украинизации, это был совершенно знаменательный, потому что он впервые за многовековую историю этнографических групп населения превратил их в нацию. В советской Украине бурное развитие получил литературное творчество. Создавались различные творческие союзы писателей. Был создан институт украинского научного языка. Были изданы десятки словарей, изданий классиков литературы, Шевченко, Лайси Украинка, Франко. На украинскую литературную арену вышла целая плеяда выдающихся писателей Украины. Сегодня мы смотрим в то прошлое и критически его поругиваем. Но если бы сегодня у нас в Украине была такая плеяда писателей, какая была плеяда в советской Украине, мы могли бы этим гордиться. Это и Блокитный, и Тичина, и Рильский, и Сосюра, и Стельмах, и Бажан, и Гончар. Это все классики украинского красного письменства, украинской литературы. Ничего равного в суверенной Украине, к сожалению, не появилось. Я не говорю уже о второй волне литераторов, которая шла вот за этими классиками. Это Борис Алийник, Иван Драч, Микола Винграниевский, Григорь Тютюнник. Когда мы плачем над своей горькой судьбой, то должны бы задуматься над тем, как все-таки в этой горькой судьбе у нас родилась такая выдающаяся литература. Мы можем в достижение записать театральное искусство. Вот мало кто задумывается, но в Украине советской было 96 театров. И 76 из них были театров украиноязычных. Традиции украинского театра получили развитие, и мы знаем таких гениальных актеров советской поры, как Гнат Юра, Моросий Бучма, Милютенко, Нятка, Пономаренко и другие. А оперное искусство? Оперное искусство было на уровне всесоюзного и мирового. Мы таких имели певцов мирового уровня, как Патаржинский, Гречко, Гмыря, следующая генерация – Мирошниченко, Гнатюк, Соловьяненко. Это все люди, которые получили всемирную известность в советской Украине. У нас получило в советские годы большое развитие наука. Вот Академия наук, которая ныне называется Национальная Академия Наук Украины, она в основном выросла в годы советской власти. Это многопрофильная академия, множество институтов и направлений. Когда-то президент Академии Наук Советского Союза Ростислав Келдыш сказал знаменитую фразу, она мне помнится сейчас, что в Советском Союзе нет первой и второй академии. То есть в Советском Союзе есть две первые академии. Это Академия Советского Союза и Академия Украины. Ну и мы знаем такие имена всемирного звучания, как отец Евгений Патон и сын Борис Патон. Это Виктор Глушков, кибернетик знаменитый. Это Костюк, который возглавил направление физиологии. Это Барьяхтар, физик знаменитый. Это Белецкий литературовед, блестящий, украинский. Вот это тоже полностью заслуга времен Советской Украины. Ну и мне очень приятно это сказать, что, пожалуй, в Украине было лучшее среднее образование во всей Европе. Я сам учился в сельской школе и с благодарностью вспоминаю своих учителей. Учителя были высокопрофессиональные и сообщали нам знания широкие и фундаментальные. И, конечно, средняя школа в Украине была на высоком уровне. Мне кажется, что сегодня мы это все потеряли. Но если взять еще народное хозяйство страны, то Украина была одной из самых развитых республик Советского Союза. У нас создавались такие гиганты промышленности, как Запорожьсталь, Криворожьсталь, Краматорские заводы. У нас создавалась сеть гидроэлектростанций. У нас было свое самолетостроение. Вот это знаменитые Анны, Ан-10, широкофюзеляжные Анны, Русланы, которые гремели по всему миру. Это все было в Украине. Это было создано гением украинских конструкторов, Антонова и его конструкторского бюро. Ну, а ракетостроение, атомное строение, вот Южмаш знаменитый, это все было в Украине. Кроме того, Украина была, как тогда образно говорили, житницей Советского Союза. Украина в то время уже добилась 50-миллионного урожая зерновых. Это не виды, но урожай. Конечно, вот эти достижения нам надо знать и надо помнить. Разумеется, на этом сравнительно длинном веку советской Украины, от 1917 по 1991 год, были и трагедии, и драмы. Был голодомор в Украине в 1932-1933 году. Конечно, это трагедия. Мне трудно только согласиться с ее объяснением, которое у нас сегодня превалирует в националистических кругах, что это был геноцид украинского народа. Это была беда, это была трагедия всего Советского Союза. Голод был во всех зерносеющих районах страны. По Волжи, в Северном Кавказе, на Кубани, в Северном Казахстане и других регионах. И это, конечно, была всесоюзная трагедия. Это достойно сегодня осуждения. И те люди, которые руководили страной, достойны порицания. Но национализировать, приватизировать это горе и делать его только украинским, мне кажется, это неправомерно. Это безнравственно по отношению к горю других регионов и других народов. Ну, мы знаем, что и прошла Великая Отечественная война по территории Украины, которая испепелила почти всю территорию. Немцы прошли туда и назад. И можно только удивляться, как после военное время Украина возродилась. Конечно, возродилась не только своими усилиями. Над возрождением Украины работал весь Советский Союз. И в целом Украина выросла в одну из таких крупных европейских стран. Мы знаем, что перед развалом Советского Союза, и это не наша оценка, это оценка западноевропейских экономистов и исследователей, Украина была полноценным государством, полноценной нацией. По уровню развития входила в десятку лучших стран Европы. Огромная территория, я уже говорил, более 600 тысяч квадратных километров, население более 52 миллионов человек. Это очевидный факт того, что условия для развития, для жизни Украины в советское время были достаточны, чтобы состоялась такая великая, крупная страна. Я, когда слышу сегодня плач национал-патриотов в советском времени, о том, что, ах, как Украина страдала и являлась колонией в Советском Союзе на правах колонии, мне иногда хочется сказать, дай Бог, чтобы сегодня, в наше время, суверенное, о котором мы поговорим в следующей беседе, мы смогли достичь того уровня развития, которое Украина имела в советское время. Субтитры создавал DimaTorzok